Итак, что вообще такое эсихазм? Как его можно определить? Существует несколько таких, скажем, определений эсихазма. И если хотите, можете в Википедии почитать, там довольно-таки хорошо про него написано. Ну, я выберу несколько, скажем так, направлений. Направление первое, это, скажем так, делание монахов-молчальников, так называемых. Вот, оно, в принципе, распространяется от Афона до России. То есть, русский эсихазм тоже может туда войти. Хотя русский эсихазм, он вобрал в себя несколько иные моменты, потому что все-таки русские люди, они более подвержены, скажем так, такой мечтательности, что ли. То есть, афонские, вот, греческие люди, они как-то немножко по-другому относятся к мечтательности. Они не настолько подвержены этому мечтательности, как русские люди. Поэтому для нас немножко по-другому это идет. Также эсихазм это учение Григория Паламы, то есть, так называемой Паламиты. В принципе, это вот оно и есть, как бы. Вот. Но не нужно думать, что до Паламы этого учения не было. То есть, Палама просто, он, скажем так, собрал все, что было известно об этом делании в одно место. Вот. То есть, Палама, он, скажем так, собиратель вот этого опыта. Эсихазм в России имеет, в принципе, довольно-таки серьезные корни. То есть, можно сравнить, что посмотреть все преподобные монахи, которые достигли святости, они все были эсихастами. То есть, Сергий Радонежский, это несомненно эсихаст. Серафим Саровский, это несомненно эсихаст. То есть, это люди, которые всегда занимались Иисусовой молитвой. Даже Серафим Саровский говорил, что монах, не занимающийся Иисусовой молитвой, подобен головешке. Вот. Поэтому, по сути дела, у нас тоже очень такие большие, скажем так, традиции эсихазма. Но, к сожалению, сейчас они немножко позабыты. Вот. Я уверен, что очень скоро эти традиции будут восстановлены. И будет у нас все хорошее, все замечательно. Серафим Саровский и Мячеслав。 Субтитры создавал DimaTorzok